А сегодня мы глазуруем в гончарной школе крышки, кувшины, чашечки, но не обошлось и без потерь. И вы увидите, как выглядит перегретая глина. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! Супер-тарелка. Супер-тарелка. Вот, и на большую скорость, и она разлезает сюда. Я буду заканчивать, чтобы кто-то не говорил. А здесь почти кубышка. Супер! Я когда до верха дошла, сужая на этом размере, то меня осенило, что у меня рука-то вовнутрь не влезет. А как ее изнутри отрасширить? Ну, надо влезть, а потом опять сужать. Я потом ее не сужу. Глазурование у нас происходит. Это у вас какая-то экзотическая штука. Угу. Потом отрезнуло, я пытаюсь глазуру спасти. Вот как-то. Мы всем спасаем ангобам и глиной. На этом у тебя кот. Ты ему реснички подводишь? Нет, я ему делаю белые пятнышки глазурью. Так, а здесь у нас божьи коровки притаились. Будет кино про ножку? Да, сделаем кино. Да, друзья, тут целое... У нас эпохальное событие. Видите, продавилась как штуковина. Вот она на нижней стояла. Гжельская глина перегрета. Это ангоб сверху. Это не глазурь. Вот это глина выдержала. Она высокотемпературная. Это гжельская. Ну вот нижние чашки очень хорошо себя повели. Глазурь отличная. Легла. А вот сверху... Сверху, друзья, катастрофа. Вот она, катастрофа. Но здесь был надрыв. И по нему, в общем, вся посудина и разошлась дальше. Ну и чашки прилипли. Просто потому, что сверху одна миска легла на глазурь. Глазурь приклеилась. Вот чуть-чуть продавилась. Но она была на кирпиче. Во! Тарелка расплющилась. Видимо, она стояла на краю вот так. Я ее чуть-чуть выдвинул. И она с лещатки начала стекать. Еще бы чуть-чуть, наверное, стекла бы полностью. Ну и что там у нас осталось? О! Кот! Кот свою руку разухабистую отлимашил в бок. Прекрасно. Ну, в общем, выжил. И кружка, видите, заимела прогиб из-за кота. Да, потому что кот на нее надавил. Ну и видите, глина стекленеет. Это уже практически стекло. Еще чуть-чуть, и глина будет лавой. В этом смысле сама глина, она становится глазурью. То есть стекленеет. Есть такая глазурь, называется террасигелата. Это первая глазурь, когда более высокотемпературный черепок покрывают низкотемпературной глиной. Глина сверху плавится и становится глазурью. Но эта глазурь какая-то браковная. Она у меня на любую температуру пузырится почему-то. Вот из этой баночки. И на маленькую, и на высокую. Ну, если знаете, друзья, почему, напишите в комментариях. Это синяя хорсовская глазурь. Так, ну а второй глазурный обжиг очень удачен. Вот, все заглазуровалось, все блестит. Глина не опала. Тысячу градусов было. В печке. Ну вот, калейдоскопчик проявился прекрасно. Вот это англопчик, это калейдоскопчик. Аккуратненько. Вот здесь на глазурь птичка. Все, посмотрим. Должна была приплавиться. Ну, вроде приплавилась. Ну как? Что-то получилось? Здорово. Ой, это красиво. Да. Ой, это мое? Твоё дело. Да, вот это калейдоскоп называется. Побольше. Глазурь-калейдоскоп от Хорса. Так она пищевая? Ну, по-моему, да. Не пищевая, свинцово-содержащая и с цеком. И еще вот пузыристая у нас была, синяя. А, если пузыристая снаружи, то тоже нельзя пить из этой чашки, получается. Вот здесь очень красиво. Ну, и свинцово-содержащие. Вот это вот. Так, а это... Ну, вот это вот. Вот вы записывали, да, название? Надо все восстановить название. Здесь бабочка красненькой получилась. А вот эти приклеились, да? О, да, вот здесь у нас произошла коллапс. Вот. Аккуратно. Там кошатина. Кошатина руку решила отлимашить. Нет, причем, кстати, она приклеилась к моей чашке. То есть, я ее могу забрать. Да, да. А, это что? Арт-объект. А ее никогда не этот. Ну, ее можно попробовать оторвать. Вот так красиво, моя птичка. Почему так о темной стало? А вот это наша глина. При повышенной температуре она темнеет. Здесь хорошо она приплавилась. Ее не оторвать. Несмотря на то, что здесь трещина, ее не зальешь. Но она приплавилась вот здесь. Очень хорошо. Вот здесь шва практически не видно. Вот, видно, что глазурь стекла и приклеила ее. Угу. Хорошо. Ну, и внутри там, скорее всего, на глазурь она тоже втекла и приплавила. Блин, так интересно, что там внутри. А там сюрприз, наверное. А там, потому что она цветная тоже. Тоже цветная, да? Слушай, у тебя такая получилась прям. Она похожа на этот. Блин, так и не стоит. Жалка, конечно. Может быть, подставку ей надо? Да, кстати. Ха-ха-ха. Это арт-объект. Да, да. Кот спит. Верх ногами. Ну, он объелся. И в чашку лег. Блин, вот это вообще замечательно. Это красиво. Вот отсюда можно пить кофе. Ну, я думаю, что да. Я не помру. Там, по-моему, не написано, что она не пищевая. Давайте посмотрим. Вот здесь. Вот так намазали щедро. Клейдоскоп. Вот она, по-моему. Блестящий, непрозрачный. Клейдоскоп. 22-70. Какого-то суперного. Да, вот покажите. Какая жесть. Божью коровку, да. Почему? Мне кажется, это как-то слышно. По-детски. И внутри. Да, внутри прекрасно. Мухомор. Тоже клейдоскопчик. У него, кстати, зависят вот эти вот пятна. Они расползаются, зависит от температуры. При повышенной температуре они даже перекрывают друг друга. Но у нас джельская глина, поэтому не может быть повышенной температуры. Да, вот это вот пузыристая глазурь. Как мне жалко. Ну, их можно попробовать оторвать. Какие здоровские. А еще нужно придержать. Нормально. Супер арт-объект. Вот. Ковшик Анны. Вот это синее почему-то пузырит. А почему вот это не блестяще как-то получилось? А, тоненький слой. Не экономьте. И не расплавился тут как-то не очень. Где? А вот здесь как раз-таки наоборот. Нет, нет, она вся расплавилась. Ей это комфортная температура. Это глиня некомфортная, она начала уже терять форму. Так, вот это хороший объект. Он изначально был такой. Это с ним коллапса. Вот, да, вот эту чашку Анны. Не произошло. Это чье? Анны. А, вот, отлично. Вот эта чашка, которая не жарится. Чашка с подставкой. Сейчас я тоже посмотрю. Да, давайте. О, НБ, которой сегодня нет. Наталья, да, сделала? Да, Наталья. Хорошенький. Здесь тушенька-то красиво. О, а здесь, видите, стекло все вниз. Все гранулы. И прям дали там суперцвет. А если сыроченько глазурь, а глазурь может, что будет? В смысле, срочно? Не срочно, а сырой. Сырой? Ну, она может наколами пойти, газить. Соответственно, где-то отстрелить даже глазурь может. Она не очень ровно может лечь. Но это надо глину свою знать. И глину, и... Вот это не очень газет. Тешкой с трешкой. А марганцевая очень сильно газет. А, я хоть что-то и сделаю здесь. Вот такие все. Не нравится, симпатичные. Да, вот это ангоб. Это не глазурь. Это мы первый обжиг утильный покрасили ангобом. Еще надо бесцветкой покрывать. Ну, супер. Объекты. Провернуйся в один дом. Ну, супер. Но вряд ли. Покраснел, побагровел. А если аккуратненько газовые горелочки? Варварский способ. Да, добротно склеился. Точно оторвались? Ну да. Есть. Кошать, смотрите, какие красивые внутри. Оказалось, узоры. Я из этих узоров хотела, чтобы посмотреть, что там вообще произошло. Аккуратно надо охлаждать. Ну вот, приличное дно. И, кстати, видите, глазурь дает какой этот, она заглазуровала. Ну, то есть, это пары глазури. Пары глазури пошли. Так, остужаем очень аккуратно. То же самое, чтобы накроем его. Мало ли еще. Лепите, друзья, из сказочной волшебной глины. Изучайте ее свойства и будьте с нами. А с вами был я, Илья Калашников, на волшебстве керамики. До скорых встреч.